Девочки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. И сегодня я буду делать для вас свою интерпретацию свадебного макияжа. Вообще, считаю, что свадебный макияж делится, наверное, как и любой другой на два больших типа, более натуральный, практически незаметный, или же более яркий, подчеркивающий либо глаза, либо губы. Мне нравится, в принципе, и тот, и тот вид. Для себя на свою свадьбу я выбрала более натуральный макияж, который я постаралась повторить сегодня. Конечно, тот макияж, который я сделала сегодня для вас, он более все-таки яркий. На мою свадьбу макияж был все-таки чуть-чуть менее выразительный, но в то же время все-таки я постаралась показать те основные цвета, которые были мной использованы. Фотографию со свадьбы я постараюсь вставить в это видео, чтобы вы могли более или менее сравнить. Ну и если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. К сожалению, мне не удалось найти фотографию, где мое лицо видно более близко, но поверьте мне на слово, макияж был натуральным, и я покажу, как я примерно его делала. Итак, на лице у меня уже есть основа, также бронзер розовый румяна и хайлайтер. Также я оформила свои брови и нанесла на века базу под тени от эльф. Я беру палетку Naked 1, первый цвет Virgin, и буду наносить его под бровь. Как я вообще наношу на лицо тон, румяна, бронзер и так далее, вообще как оформляю свои брови, вы можете посмотреть в предыдущем видео о макияже кошачий глаз. Мне нравится этот оттенок Virgin, он очень красиво смотрится именно в подбровной зоне, красиво и деликатно ее подсвечивает. Так, я уже вставила свои наушники без музыки, потому что как-то очень уж скучно. Беру свою старую палетку от GD и вот такой сияющий оттенок шампанского, и буду я его наносить практически на все века, исключая самый внешний уголочек и самый внутренний. Туда мы будем наносить другие тени. Очень я люблю палетку от GD, но пользуюсь ей редко, потому что оттенки в основном сатиновые, либо шиммерные, для такого праздничного макияжа, в общем, эта палеточка подходит очень и очень хорошо. Во внутренний уголок я наношу также оттенок Virgin, который мы наносили под бровь. Он очень красиво нам подсветит, подсветит глазик наш. И беру теперь оттенок Naked на растушевочную кисточку и буду оформлять им складку свою и уголок внешний нашего глаза. Делаю я это легкими движениями, очень, скажем так, аккуратненько, двигаясь постепенно. Ну и, конечно же, все это слегка-слегка рассушевываю. Дальше из палетки Naked я беру оттенок, который называется Bug. Он такой более коричневый. Наношу уже на другую кисточку и буду как бы прорисовывать нашу форму более таким вот темным цветом коричневым, более насыщенным. Чтобы было заметно, что у нас есть такой уголочек и слегка растушевываем. Теперь мы берем оттенок, который называется Смог и наношу его на ту же кисточку. Слегка, в общем, подвожу ресничный контур и дальше, опять-таки, по нашей форме буду наносить этот оттенок, углубляя цвет. Теперь берем палетку Jade. Из нее мне нужен жемчужно-розовый цвет, который буду наносить на середину века, чтобы добавить нашему макияжу изюминку и более нежный и романтичный вид. Очень красивый оттенок, который подходит как для дневного макияжа, так и для такого вот праздничного. Дальше буду пользоваться своей любимой палеткой от NYX. В ней мне нужен темно-коричневый матовый оттенок, которым буду оформлять свою нижнее веко. Без этого наш макияж, конечно, будет выглядеть плоским и однобоким. Дальше я беру свой лайнер в виде пломастера от ELF. Он не очень насыщенного черного цвета, нужен мне только для того, чтобы создать основу для нашей будущей стрелочки. Можно, конечно, им и не пользоваться, но я в основном стараюсь им проработать межресничное пространство. Начинаю подводить от середины века и вырисовываю глинию. Дальше мы уже нашу основу будем закреплять гелевой черной подводкой от ELF. Прорисовываем нашу стрелочку. Хвостик у нас будет очень небольшой и аккуратный. Выводить я его буду, исходя из нижнего века. Стрелочки нам нужны не очень графичные, не очень заметные, поэтому хвостик как бы будет повторять нашу последнюю ресничку. Ну вот, наши стрелки готовы. Дальше мы переходим к ресницам. Я пользуюсь своей сывороткой от EVELIN. Сверху буду наносить обычную тушь. Но для невест, конечно, я бы посоветовала воспользоваться либо пучками, либо накладными ресницами, ну или хотя бы завить ваши собственные. Дальше я беру карандаш от ELF, такого телесного оттенка, чтобы подвести водную линию. Можно, конечно, этого не делать, но так взгляд должен выглядеть более открытым и свежим. Мои глаза не очень хорошо переносят эту процедуру, поэтому после того, как я их подвела, я закапала глазки каплями. Дальше на кубы я наношу Baby Lips от Maybelline в оттенке Pink Punch. Это очень нежный такой розовый оттеночек. Ну вот, наш макияж и готов. Надеюсь, он вам понравился. Он очень нежный, романтичный, но в то же время довольно заметен на лице. Мне он очень нравится. Надеюсь, вам тоже оценивайте, комментируйте. Обязательно подписывайтесь. Я всех была очень рада видеть. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok